Продолжаем просыпаться вместе с программой Доброй Ранцы Беларусь. Это прямой эфир. И вот такая вам страшная новость. Оказывается, малоподвижный образ жизни оказывает больше отрицательного воздействия на весь наш организм, нежели возраст. Нежели, да, старость и возраст. Ну что, надо гулять, друзья мои. Вот у нас в городе все-таки столько парков, надо гулять. Но сейчас не об этом. Я вам потом расскажу, где. У нас сегодня даже не в гостях, а фактически наша соведущая. В гостях тренер по растяжке Дарья Надольская. Доброе утро, Даша. Доброе утро. Смотрите, мы проснулись, потянулись в кровати, а ведь вы предлагаете совсем другую растяжку. Да, после того, как вы проснулись и потянулись в кровать, нужно размяться, хорошенько принять горячий душ. И можно растягиваться дальше, уже чуть больше. Уже на полу. Можно на полу. Можно стоя. Зачем растяжка нужна? Для здоровья очень полезна. Вот например, смотрите, идти на работу, у человека сидячая работа. Допустим, вот он сидит целый день, например, что-то делает там сидя. И вот если он так растянулся, как вы нам сейчас покажете, то что станет с его организмом? Становится организм гораздо моложе. А, и все бегает там быстро. И с возрастом мы становимся меньше. Скуванные, скованные. А с растяжкой мы становимся гибче. Можно спокойно коснуться пола. Ой, я еще могу пока коснуться. Пожалуйста, какие упражнения, да. Сегодня будут упражнения, выполняя которые каждый день, можно будет сесть на продольный шпагат. О, класс. Приступим. Ножки мы ставим широко. Если есть коврик, то можно прямо на ширину ковра. Спина у нас прямая. И с прогибом мы складываемся на переднюю ногу. В этом положении у нас тянется задняя поверхность бедра. Старайтесь как можно ниже смотреть перед собой. Спина обязательно должна быть прямая. В этом положении задержаться на 30 секунд или на минуту. Поднимаемся и обязательно меняем ноги местами. Ведь у нас две ноги и два шпагата. Опускаемся опять вниз. Ой, так красиво с распущенными волосами. Даша, вы делать не отвлекайтесь, а я вас буду ухвалить. Хорошо. Вот, красиво, да. Следующим упражнением нам нужно будет переднюю ногу вывести в 90 градусов, а заднюю на носке отвести назад. Руки ставим на колено, смотрим перед собой, спина опять-таки у нас прогнута. И стараемся опуститься как можно ниже к полу. В этом положении у нас уже растягивается передняя поверхность бедра. И вторую ножку обязательно. То есть до болевых ощущений. Да. Покалывание таких как... Как на глаз. На глаз, да. Как готовим. И вниз. Напополам не разорваться уже, чтобы... Да. Ставим заднюю ногу на колено. И сейчас еще сильнее у нас будет растягиваться передняя поверхность бедра. Берем себя за носочек. Ой, это уже прям трудно. А там еще и за носочек. И тянем к себе. Ой-ой-ой. Ой, как вы там все выгнули. И обязательно поменять ножки местами. Берем за носок себя. И тянем пятку к лопе. Ой, аж я думаю, не то что в ножке, а в спине колики. И последнее уже для тех, у кого есть шпагат. И осталось досесть совсем чуть-чуть. Это для нас с тобой, Света. Поработать на... Я вот продольно делать не могу. Я могу поперечь. Продольно я не могу. Так поперечь на же сложнее. Вот я не знаю почему. Ну, не для всех. Для каждого по-разному. А-а-а. Да, и какое еще? Для тех, у кого совсем чуть-чуть осталось, для того, чтобы просесть на шпагат, можно сделать упражнение через перекат. Для этого садимся на пол, раскрываем ноги широко. Можно помочь себе руками. Слегка себя приподнять. Ноги должны быть напряжены и прокрутить суставы. Перетянуть себя в продольный шпагат. Ой-ой-ой. Ой, это сложно как-то очень. Это для тех, кому уже осталось чуть-чуть. И вернуться обратно. Дорогие телезрители, вот сейчас прям с утра повторять не рекомендуется без определенной подготовки. Вот прям я не рекомендую. А то вот так сядешь и все, и не встанешь. А ты как не сядешь, так и на работу не пойдешь. И порвался человечек. Пока домой близкие не пришли. Ой, Даша, это прекрасно. Даша, извини, что мы, конечно, разумеется, шутим. Это просто мы белой завистью завидуем, что как вот ты можешь и так, и сяк, и за кончик ножки, и как все красиво. Ну, если делать все упражнения каждый день, то любой сможет. Конечно, да. В любом возрасте. Я согласна, что движение важно просто в меру сил и возможностей. Да, контролировать обязательно свои болевые ощущения. Технических и болевых характеристики. Душа болит. Даша, спасибо большое. А вот если душа болит, Даша, какое ему упражнение делать? На голову, наверное, правда? Чаще улыбаться. Спасибо, Даша, спасибо большое. Даша Надольская сегодня была фитнес-тренер у нас. Спасибо огромное.